Всем привет! Вы на канале Морелика Энч. И в этом видео я бы хотела с вами поговорить о поездке в Геленджик. В этот российский южный городок я ездила вместе с семьёй с 6 по 11 июля. Добирались мы на поезде сначала до Новороссийска, а потом уже на такси добрались до Геленджика. Дорогу туда, в принципе, прошла быстро, а вот обратно уже занимает достаточно много времени. Также хочу сказать, что по атмосфере, что Геленджик, что Новороссийск напоминают СССР. Заселились мы в отель Вилла Анна, который выбрали на сайте островок.ру. Жили мы на третьем этаже, так что спускаться нужно было по винтовой лестнице. Внизу находился бассейн, были лежаки, так что можно было отдохнуть и там охладиться. В общем, отель был ухоженный. Номер тоже чистый, в хорошем состоянии. Также в наличии присутствовали фен, кондиционер, телевизор большая, плазма, чайник. То есть все удобства есть. У нас был включен завтрак, шведский стол. Еда там была достаточно разнообразная, то есть и на любой вкус, и для детей, и для викторианцев, и так далее. Фрукты, пожалуйста, молочные какие-то, йогурты, сырки, также мясные блюда, можно наложить сколько угодно. Так что в этом плюс еда вкусная была действительно. Недостатками данного отеля я считаю удаленность от центра города, а также периодически возникали сбои с водой. То же, что иногда доставляло неудобства. Первый день мы решили прогуляться по набережной Геленджика. Она считается самой длинной в мире. Однако нам показалась все-таки она недоработной, так как там не было особо никаких развлечений. Например, в Анапе мы встречали танцоров, музыкантов, различных людей с экзотическими животными. А в Геленджике такого не было. Милые уточки плавают. Пока мы гуляли, мы несколько раз встретили знаки о запрете купания. Однако желающих искупаться в знания наеденькие, это не остановило. Моря было без водорослей, однако кое-что нехорошее всплывало иногда. Пока мы находились в смешанных чувствах, на Геленджике обрушились дожди и холодный ветер. И мое желание сходить в золотую бухту, в большой аквапарк. Сдумалось? Однако мы успели посетить сафари-парк. Там мочность была просто длиннющая. Все хотели посмотреть на мишек, на тигров, на львов. Это форум. отправились мы туда днем так что мы не учли что у зверей тихий час поэтому некоторые спрятались своих убежищах милые кролики заставили меня задуматься об усыновлении и удочерении одного из них нам понравилась еда в столовой под названием ссср владимир ильич не подвел не было снято так как я отдалась полностью поклонение и поедание также мы посетили парк аттракционов хотя мы не поняли почему он выглядит так старое плохо то есть в нашем городе в самаре выглядит намного лучше парк аттракционов и цены там достаточно высокие посетителей было немного кстати по времени аттракционы катают очень мало то есть около минуты совсем чуть-чуть персонал был достаточно групп а на аэрохоккее нам даже не выпала фишка в общем выпили сестрой по лимонадику и все приобрели значки на рюкзак а я вспомнила юность и решила купить значок с дайдарой хотя было желание купить сара чимару но его опять там не было поэтому мне теперь есть и фигурка дайдары и на обратной дороге около новороссийска возникает пробка так что движение проходит очень медленно но мы успели выехали заранее поэтому помчали домой на поезде уже подводя итог скажу что поездка мне показалось не слишком удачной а город не оставил интересных впечатлений так что итог два из десяти если вам понравилось видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал